Соединяем край теста, чтобы получился курочек до середины. Тонкости кулинарной науки Алена постигает второй год. Получить вкусное образование посоветовала мама. Умение готовить любой женщине пригодится. А уж как доволен жених девушки! Он был очень рад, что я умею готовить, и в будущем буду его баловать всякими вкусностями. За два года в профессиональном училище осваивают приготовление всех блюд и напитков, а также правила сервировки. Практику проходят здесь же, в столовой. Пробу снимают мальчишки с параллельного потока. Ну, собственно, вкусно. На кухне хорошо, но без теории никуда. Будущие хозяйки усадьбы могут рассчитать количество сырья и цену готового блюда. Санитарные требования к оборудованию, сроки хранения продуктов и готовых блюд. С этими знаниями стать шеф-поваром или устроить домашний прием. Да хоть на 100 персон легче легкого. Они также участвуют в профессиональных конкурсах, которые проводились и в Уссурийске, и во Владивостоке. Наши девочки тоже показывали неплохой результат. Натуральные продукты – залог вкусных блюд. Поэтому весь первый курс девушки учатся выращивать овощи, ягоды и фрукты. На повестке дня пикировка рассады. Всегда на овощных культурах работают только женщины. Потому что мужчины, такой вот кропотливый труд, у них не хватает ни воли, ни мужества, ни... Но ничего не хватает. Включаем нейтральную передачу, ставим на стояночный тормоз. Приготовились. Все, начинаем выполнять упражнения. Современная хозяйка усадьбы должна уметь водить легковую машину. Тогда можно и бизнес открывать. Выращенное или приготовленное реализовывать, шутят преподаватели. Я ее всегда интересовалась машинами. Меня с детства учили. Я всегда хотела иметь свою машину и права. Почему? Узнала то, что здесь обучают и пошла. Таким образом, за три года в профессиональном училище номер 60 села Михайловки, учащиеся на специальности хозяйка усадьбы, осваивают аж три профессии. Плодо-овощевод, повар-кондитер и водитель категории «Б». Екатерина Богдан, Николай Фарафонов, Телемикс.